Музыка Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Андрей Фетискин, кандидат на участие в проекте «Гейма Ту Винтера». Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Из-за такого проекта, который лежит у меня на столе, я так понимаю, что «Гейм Ту Винтер» – это экстремальное шоу о выживании современного человека в тайге. Это так? Совершенно правильно. Нет, совершенно правильно. Организаторы этого шоу, реалити-шоу, они хотят создать в своей первооснове, как будто такое первообщитное общество. То есть поместить современного человека в такие невыносимые условия вместе с хищными животными и посмотреть, как же современный человек может выживать в суровых условиях, когда нужно добывать себе пищу, строить жилье и одновременно существовать в социуме. Поэтому это шоу будет вестись на многие страны мира. Ожидаемая аудитория проекта – 2 миллиарда человек. Шоу будет транслироваться на семи языках. Уже сейчас участники собираются со всего мира. То есть это аналог, по сути, получается, шоу «Голодные игры», которое уже имело место быть, уже есть опыт у людей в проведении подобных мероприятий. Теперь он как бы решил дойти этот опыт до нас. Так получается? Ну да. Это цепочка последних героев остаться в живых и как вот эпифоз «Голодные игры» и «Голодные игры» в наших реалиях. Именно Сибирская тайга, хищные звери, волки, медведи, как говорят организаторы. Это будет площадка на берегу реки. И шутка такая, что после пожаров там переселилось большое количество медведей, и они ждут участников. Они очень голодные и ждут участников. Участников сколько, кстати, будет? Участников. Значит, там происходит таким образом. Сейчас происходит предварительный этап голосования. До 1 марта отбирается 120 человек. С 1 марта по 1 июля будет уже окончательный этап голосования. И 30 участников выезжают на площадку. Но, по крайней мере, там будет не скучно. Не скучно. Да, это будет 30 человек. И это будет шоу. И сколько будет это продолжаться? Это будет продолжаться 9 месяцев. С 1 июля по 1 марта. То есть нужно построить жилье и попробовать выжить в зимний период. То есть привыкать с лета, потом зима, потом весна, и вы свободны. Лето дается для того, чтобы построить жилье. Поэтому шоу называется Game to Winter. То есть игра к зиме. Надо построить быстро жилье и выжить в суровых условиях сибирской тайги. Андрей, как вам вообще в голову пришла идея поучаствовать в столь грандиозном и опасном мероприятии? Ну, я сам по гороскопу близнец. И поэтому у меня как бы по жизни две стези, две стороны жизни. Это любимая работа. Я после учебы в институте занимался разработкой установок для лечения онкологических заболеваний. И второе, это мое хобби, это одиночные лесные походы. Поэтому, может быть, они сами друг с дружкой связаны, потому что в одиночестве все время обдумываешь. Потому что первая проблема, первая работа – это установки для онкологических больных, там болезни и прочее. И поэтому это близко, может быть, вся моя жизнь. Я родился в маленьком селе, все детство прошло на природе, так сказать, дитя природы. Поэтому я близок к природе, и у меня большие практические навыки выживания. То есть построить дом, добыть для себя пропитание – это все, в принципе, в моих силах. Ну и практически какие-то навыки выживания с людьми, тоже надо же построить стратегию. Люди разные, как они будут. Поэтому таким образом это все привело меня к тому, что я решил проверить себя, проверить свою силу духа. Потому что лесные походы, ну, я излазил всю среднюю полосу России. Был Рязанская область, Владимирская, Тверская, везде был, лесными тропками многими прошел. А тут предоставился такой шанс поучаствовать в грандиозном таком шоу и проверить себя на силу духа. А откуда вы вообще узнали про это шоу? Вы знаете, как будто меня подтолкнуло что-то. Я попался случайно в газету, в руки я прочитал. И там организатор данного шоу, Юй Питковский, бизнесмен из Екатеринбурга, он как раз рассказывал об этом шоу. И вот я понял, да, это мое, и мне надо участвовать в этом шоу. Из нашего, кстати, региона только вы один. Больше желающих? Да. Из средней полосы России очень мало. И из Рязанской области я вообще единственный кандидат, который участвует в этом шоу. Потому что, ну, в основном в шоу участвуют сибиряки, которые говорят, мы там живем, и мы тут, как говорится, нас... А я хочу доказать, что мы жители средней полосы, не хуже сибиряков, можем выживать и можем, как говорится, пройти такое шоу. Андрей, ну вот пока мы с вами здесь настраивались, пыталась вас кондиционером чуть-чуть поморозить. Вы мне сказали, что не боитесь холода, жары, кстати, тоже не боитесь. Вот какие еще физические, наверное, особенности, вот, как считаете, нужны и есть у вас для того, чтобы в тайге выжить? Ну, скажу так, что, в принципе, я по своей натуре не боюсь ни жары, ни холода и как-то излишеством спокойно отношусь. Для меня, там, крошка хлеба, там, питание, что-то есть, хорошо, да, буду. То есть я могу стойко переносить трудности и тягости. И, в принципе, мои практические навыки, они, как говорится, дадут мне выжить и до конца дойти, чтобы состоялось шоу вместе со всеми, чтобы посмотреть это шоу. Как-то их еще развиваете, вот эти вот навыки, в преддверии, скажем так, готовитесь? Да, в принципе, я, у меня есть такая сторона, я немножечко не охотник, я очень большой специалист по рыбалке, я могу построить жилье, вот, но там главное добывать, ну, зверье, там, скажем так, зайцев и прочее. Я небольшой, поэтому я осваиваю навыки практически, как ловить животных, ну, и, как говорится, какую-то практику вот такую дыхательную, закаливание провожу, потому что длительное время надо будет проводить в суровых условиях. Ну, вы еще, самое главное, о повадках медведей, вот побольше разузнайте. Хорошо, да, сказали, что организаторы, что после пожаров туда переселилось большое количество медведей, они с большим удовольствием ждут участников, чтобы ими полакомиться. Приходится, будет узнавать повадки, чтобы как-то общаться не только с людьми, но и с медведями, и со всем окружающим там животным миром. Вот сейчас в соцсетях проходит голосование, да, вот, из-за кандидатов, за вас в том числе, можно проголосовать. Вот, как это происходит? Ну, я бы сказал так, что лучше всем, кто хочет поддержать мою кандидатуру и проголосовать за меня, зайти на сайт Game2Winter, и там есть голосование за участников. В седьмой где-то строчке найти Андрея Фетискина с моей фотографией и кликнуть на любую социальную сеть. Там кнопочки социальной сети указаны ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и многие другие. Надо просто кликнуть и обязательно сделать репост. Репост в своей социальной сети и не удалять этот репост. Тогда ваш голос будет засчитан, и мне будет очень цена, поддержка каждого человека и каждого голоса. А если не секрет, на данный момент как дела? Много голосуют? Ситуация такая, что в настоящий момент подали заявки около 170 человек. В голосовании участвует 120 человек, и там есть разные участники со всего мира. На первом месте бразилец. Бразилец, как он будет выживать в зимних условиях, но у него очень большое количество голосов. Я держусь в середнячке, потому что еще рано выстреливать. Я где-то на 30-м месте. В 30-х люди за меня голосуют, поддерживают, но пока в средней группе. И хотелось бы подтянуться, поэтому я призываю всех прийти и поддержать меня проголосовать. Ну что ж, Андрей, спасибо вам огромное. Желаю удачи. И уж, коль вы хотите, к медведям в тайгу, то чтобы вы обязательно туда попали. Спасибо. Друзья, давайте тоже поддержим. И напомню, в гостях у меня сегодня был Андрей Фетискин, кандидат на участие в проекте Game of the Winter. Это программа «Городские встречи». Увидимся.